Добрый день! Канал Сербия Лайф Сейчас мы с вами находимся прямо по середине Луная Наш путь лежит в национальный парк Джердан И там мы с вами проведем пару дней На самом деле все оказалось несколько иначе И вместо двух дней в Джердапе мы провели в путешествиях две недели И объездили полстраны Нет смысла сейчас рассказывать о всем, что мы видели в путешествии И это заняло бы не один час Но о самом интересном коротко я поведаю вам и покажу Пусть будет маленькое пособие для тех, кто собрался провести отпуск в Сербии Что бросается в глаза сразу же Это то, что идет масштабное восстановление и реконструкция исторических крепостей по всей стране Внутренний двор Смеделевской крепости обзавелся декоративными постройками И смотрится гораздо интереснее, чем раньше В этом году здесь снимался исторический фильм Киношники ушли, оставив за собой пару строений И хотя внутри царит хаос, снаружи очень даже неплохо Помимо прочего, реставрируются стены с башнями Идут работы и благоустройства во внутреннем дворе И возможно лет через пять мы увидим первозданный образ Твиджавы Манасия тоже преобразилась на славу Теперь для посещения открыта часть стены И хотя билет на стену на одного стоит 600 динаров Это того стоит Вид великолепный, впрочем, судите сами А если отстроить столовую и внутреннюю часть самой высокой башни Которая в Сербии носит название Данжон Кула Да еще в них разместить убранство и мебель Отбоя от туристов совсем не будет 26 августа здесь прошел очередной турнир Витязи И народу, как и участников, была тьма С каждым годом их все больше И на дороге к Манасии из города сейчас прокладывают широкие тротуары Для того, чтобы все желающие смогли без проблем добраться до монастыря крепости Старые со своей задачей уже не справляются Очень скоро будет открыта для посещения крепость Рам Находящаяся рядом с паромной переправой Идет восстановление стен старого ограда в городе Ужица Там на вершине открыта великолепная обзорная площадка на город и окрестности Ремонт Голубатской тоже близится к концу Хотя она хороша и так Конечно, лучше вид на нее с воды Но на это нужно время Впрочем, как и на высеченной на скале лик короля Даков Децебала И многие другие достопримечательности Джордапа Джордапское ущелье – это не только граница между Румынией и Сербией Это еще и та самая труба, где разгоняется кашава Если кто забыл или не знает Это сильный поток ветра, дующий несколько дней И покрывающий огромную территорию вплоть до Хорватии Но когда его нет, здесь тишь и благодать Отличные виды, чистая вода для купания И нет ничего лучше, чем проснуться рано утром в апартаментах на берегу Дуная А если с собой есть бинокль, то легко можно рассмотреть румынские города и поселения на другом берегу Были мы и в селе миллионеров-сельскохозяйственников Где даже обычные ворота – произведения искусств А уж в особняках и говорить не приходится С нами была девушка, которая постоянно восклицала О боже, неужели это действительно дома обычных крестьян Ну, обычными их, конечно, вряд ли назовешь Что все так жили, как они Хотя это реально адский труд Но дома хороши Да, в эту деревню можно запросто экскурсии водить Кстати, хотелось бы узнать Интересна ли вам будет тема заборов и оград сербских домов На мой взгляд, многие из них просто исключительны Были мы и на реке Вратна Еще один памятник природы в Джердавском парке – это Малый и Великий Прираст Это горное самообразование, которое имело когда-то вид пещеры Но в результате движения реки Вратны она, сердцевина этой пещеры, обрушилась И теперь мы имеем две арки, оставшиеся от всего этого в России Естественно, что камера не передаст всю картинку монументальности И поэтому для приблизительной оценки вот здесь виден человек Под аркой легко можно разместить 10-этажный дом Но надо быть предельно внимательным Кругом постоянно осыпаются камни И кто знает, сколько еще простоят эти удивительные творения природы Добраться до них несложно, но затратно только автомобилю Спускались мы и под землю Навестив уже знакомую вам Рисавскую пещеру И открыв для себя новую – Райкову печину Ее протяженность более двух километров, что оказалось несколько неожиданно И на ее просмотр требуется много времени Но тоже занимательно, правда довольно холодно Верхняя одежда обязательна и посещать ее лучше в невыходные дни Когда народу полно и вы просто бежите вслед гуськом по узким пещерным проходам Посетили Моисевскую трубку мира Что находится рядом с городом Майдан-Пек Размеры коньера впечатляющие Белазы внизу выглядят крошечными коробочками И тем, кто никогда не видел подобное, будет интересно и познавательно Поднимались горы Там все такая же суровая красота и тишина А в этом году я вообще открыл для себя Златий Бор с новой стороны Если селиться по другую сторону горы, на которой размещен памятник павшим То вы найдете там спокойствие, малолюдность и дешевые расценки на проживание К примеру, вот этот симпатичный домик мы снимали всего за 20 евро на четверых Он замечательный Наверное, вы сейчас заметите, а че это этот мужик постоянно про толпу людей нелестно отолдычит Нет, ребята, к людям я нормально Поверьте, но иногда очень хочется от них отдохнуть В общем, нелюбимый мною Златий Бор внезапно открылся с другой стороны И теперь, если мне захочется тишины и покоя, я знаю, куда ехать Побывали в очередной раз в деревне Кустурицы Но не она была главной целью Сейчас мы с вами находимся на мокрой горе И через несколько минут отправимся в путешествие между гор на Шарганской осмице Шарганская осмица это поезд, который раньше использовался для сообщения между Боснией и Сербией В данный момент линия не работает и предназначается как туристический маршрут 15 километров пути в Старом Вагоне, 4 станции и более 20 туннелей Среди живописных гор с остановками над надплощадкой Название «Восьмерка» получил в результате прокладки узкоколейки на одном из участков В виде восьмерки и закрепа на высоте Туристы обожают осмицу Я бы ездил по 10-банной шкале «Восьмерка» Цена билета 800 динаров, но и это тоже того стоит Хотя, если хотите потрясающих видов, то мой вам совет Садитесь в авто и езжайте путем в Златимор-Валево через Байну-Башню Там почти вся дорога, одна огромная видовая площадка Местами проходящая по гребню горы с множеством серпантинов И проезда под огромной скалой, с которой постоянно что-то сыпется и падает И адреналина хапните, и фотографироваться устанете Ответственно вам это заявляю Ну и напоследок, что хотелось бы сказать Я всем вам рекомендую отдыхать в Сербии в сентябре Еще не осень, но уже не лето Нет оглушающей жары Туристический поток идет на спад Цены, соответственно, тоже снижаются И посещение страны не будет столь утомительным для вас Хотя отдохнуть после такого отдыха все же не мешало бы Активный отдых, занятие, скажем так, достаточно тяжелое И на этом все Всех вам благ, берегите себя и близких Подписывайтесь на канал До новых встреч Субтитры подогнал «Симон»